МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Юзик, согласись, пицца вкуснейшая. Угу. Шкадаша так мало было. СМЕХ Юзик, я не понял. Да что за беспредел, а? Ты всю пиццу слопал, что ли? Как это называется? А это, Юрий Миколаевич, называется в большой семье. Вы доедать будете, или нет? Буду я доедать. Привет. Что делаете? Голодаем. А, я вас не понимаю, Юрий Миколаевич. Юзик, когда у нас с Ленкой жив, мы тоже голодали. Так, Юзик, я не понял, так нечестно. Мы же вместе на пиццу скидывались. Неправда. Я еще и денег не давал. Вот именно, гони сто гривен. Эй, не. Мы на двоих замовляли. Ось вам половина. Какая половина, Юзик? Ты что, с ума сошел, а? Я вообще удивляюсь, что мне хоть один кусок достался. А я думал, что больше никто не будет. Не, ну это вообще наглость, а? Нет, тут что, бесплатный ресторан или что, ребята? Слушайте, а это непоганная идея, Юрий Миколаевич. Открыть свой собственный ресторан. Уявляйте, первый в мире официант бегемой. Не, официантом я не буду. Мне нужна больше важливая посада. Ну, добре, будешь еще и посуд мити. О, отсоединится справа. Добре. Евгений, а это хорошая идея. А уже ж гарная идея, чтобы Юзик за нами посуд милый, Юрий Миколаевич. Не, не, я про ресторан. Слушайте, действительно, откроем собственный ресторан. Я буду хозяином заведения, да? Вы будете отвечать за поставку продуктов. А Леночку, Леночку, а попросим быть нашим шеф-поваром, понимаете? А я? А ты гони еще 50 гривен, понятно? Это не питание. Не питание. Давай. Другое дело. Так. А теперь я стал співвластником ресторану. Непоганий карьерний рост. Шановна дружина, у меня до вас есть делова пропозиция. Так, сразу предупреждаю, денег не дам, тебя никуда не отпущу. И любая новая гениальная идея изначально полный вред. А це ми зараз подивимося, Леночка. Панове ресторатори, прошу. Падам-падам! Папапапам! Мадам, позвольте угостить вас фирменным блюдом от самого шеф-повара ресторана «Жую». Маэстро! Ничего себе! Парабанная дробь! Ну? Леночка, попробуй. Хорошо. А как называется сей шедевр? Тевтелие сподливие! Вот так вот. Вот так вот называется, да? Ну, я надеюсь, на вкус получше. Ну, ладно, сейчас. Да? Ну, как вам, Леночка? Отвратительно. Это точно. Я б тебе порадовавший актованной вулги для выпад и бумага, что-то. Я поняла, вы что, меня отравить решили? Ну, что вы, Леночка. Дело в том, что мы собираемся открыть маленький ресторанчик. И нам крайне необходим человек с такими восхитительнейшими кулинарными способностями, как у вас, Леночка. Спасибо, конечно. Только что-то я не поняла. Вы хотите, чтобы я вам помогла и кормите меня вот этой... Тевтелие сподливие! Да. Это я так думаю, ты знаешь, чтобы ты зрозумела, что мы без тебя не впорываемся, Леночка. Да. Ага. А попросить просто нельзя было? Так, а кто цю гидоту есть-то будет? Не выкидати же, Леночка. Да я жартую, Лен. Ну что, Леночка, вы согласны? Ну, согласна. Согласна. Но с одним условием. Всё, что угодно. Да. Конечно. Каждый из вас должен съесть по такой вот... Тевтелие сподливие. Да, именно. Ну, не так не, Юрий Михайлович. А, знайте, Макуа Васильевича. Конечно, знайте. Пиши, пиши. Тебе же мне гордон. Гурман. Ну да, да. Юрий Михайлович, как вы сказали, там ресторан называется? Я говорю, ресторан будет называться Жую. 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 А что самое Жую, а не Хаваю, например? Нет, Жую. Это аббревиатура. Это по первым буквам наших имён. А. А, значит, Ж это Женя. Женя. Ю это Юрий Михайлович. А У? А У это Узик. 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 И что, он погодился быть Узиком? Нет, он, честно говоря, об этом даже и не знает. Он думает, что Жую пишется с двумя Ю. У меня другой вопрос забудь, Евгений. Что делать с поваром? Леночка-то категорически отказалась? Слушайте, ну, может, кухаря у нас и нема, а гениальная идея есть всегда. Значит, так. Разместить объяву. Специальная пропозиция от нового ресторана Жую. Безкоштовная доставка харчин. Вот это хорошо. Меню. Меню. Ну, и что же у нас в меню будет? Что у нас в меню? А, открывайте холодильник, зараз подойду. Понимаю. Давай. Что там есть? А, кастрюля борща. Так. Борщ украинский с пампушками. Нет, пампушек тут нету. А что там есть? Бутерброд какой-то надкусанный. Ага. Борщ украинский с половиной бутерброда. Что еще? Ну, котлеты еще есть. Котлеты. И до котлет потрібен какой-то гарнир. Что там есть? Молоко. Котлеты с молоком. Еще потребен десерт, Юрий Макланович. Десерт? Ага. Ну, на десерт я могу предложить качан капусты, майонез, кетчуп и десяток яиц. Значит, так и запишем. Десерт в ассортименте. Ну, готово. Да, но надо указать цены, Евгений. А цены надо спланировать так, чтобы и клиента заинтересовать, понимаете, да? И самим не остаться в накладе. Тут надо так хитро. Дайте подумать. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, борщ, котлеты. Короче, все по 4 гривни. Нет, нет, почти. Все. Идите попередьте, Юзик, а нехай будут готовы и харчи разводят. Так, тобто выходит, что кастрюля борщу коштует 24 гривни. Треба наступного разу Ленке сказати, чтобы она его в ванне готовила. Ну, с Евгений, как продвигается наш бизнес? Пустите, Юрий Миколаевич, взагалі-то непогано. Борщ и котлеты майже разобрали. Зачекайте. Зараз. Еще один клиент. Ресторан жую, слушаю. Зараз. Юрий Миколаевич, а подивите, будь ласка, там борщ залишился, чи нет? Ну, тут только на дне, и то какая-то жижа. Ясно. Извините, будь ласка, борщу нема, але можу запропонувати вам буряковый фреш. Что значит, зараз зайдете? Странный какой-то. Дядько. Ну, как так, борщу немае. А, так это ты все замовлял? Ну, конечно, я... Ну, 10 котлет за 40 гривен. Как я могу пройти по стакузнишку? Да, Евгений, идея с доставкой не сработала. Ну, ничего, друзья, не стоит унывать. Будем открывать первый в мире ресторан на дому. А что? Гарная идея. Заходите мимо, заходите к нам пожевать. А ну, заткнитесь там, а то сейчас выйду, уши надеру. О, бачишь, выйдет. Спрацювало. О, здравствуйте, тетя. Здравствуйте, груша. Че ты рыгучишь, Лена? Иди, куди шла. Да я иду. Вот и иди. Женечка, а можно один вопрос? Якщо серьезный, то можно. Очень, очень серьезный вопрос. Женька, скажи, пожалуйста, а ты вареник с капустой или с картошкой? Что, тетя? Нет, ты... Дядька, а у вас бутерброд есть? Нет. А у меня есть. Ты что, Юзик? Якщо зараз якийсь диетолог побачит грушу с бутербродом, ведь до конца життя спати не сможет. Помогите! Лена, спасите караул! Что? Что? Что такое, Лена? Женька, помоги мне, пожалуйста. На меня только что напал просто вот огромный вареник. Ну, знаешь, Лена, це вже занадто. Извини. Ми там с Юзиком працюємо. Можно сказати, істиста геть лізимо, а ти тут і своїми жартам. Ну, Женечка, ну, прости, но смотри, смотри, как ти сразу отреагировал. Пришёл, да что там, прибежал на помощь к жене. Поступил вот сейчас, как настоящий вареник. Знаєш чо? Так, Евгений, вы почему не на своём рабочем месте, а? Кто клиентов будет завлекать? Действительно. Женя, ты почему оставил свой пост? Порядочные полуфабрикаты, так не поступай. Леночка, я к вам будет две деликатные просьбы. Я вас предупреждаю, Юрий Николаевич, что костюм сосиски я не одену. А, да. Тогда сразу со второй. Да, видите ли, у нас в ресторане уже практически всё готово к открытию. Есть одна небольшая деталь. Какая? У нас пока нет ни одного стола, понимаете? А, ну, что ж, я, пожалуй, соглашусь сдать вам в аренду свой. Вот. Да. Но при одном условии. Всё, что угодно. Ага, я буду вашим первым клиентом. Да. И обслуживать меня будет Женя. Вот в этом костюме. Да какие вопросы? Юрий Николаевич, помьятайте, что мы с вами друзья. Прежде всего, Евгений, мы с вами коллеги. Леночка, по рукам. По рукам? Да. Замечательно, спасибо, Юрий Николаевич. Да, что ж, милости просим, мадам, в наше уютное заведение. Да, неплохо. Позвольте, я вас проведу. Присаживайтесь. Боже, какая красота. Да, чувствуйте себя как дома, так сказать. А краще идите до дома и почувайте себя, как хочешь. Евгений, обслужите, пожалуйста, клиента, я вас прошу. Выбачьте, Юрий Николаевич, выбачьте. Ничего страшного. Доброго вечера, вас витает ресторан «Жую». Дивіться, не подивіться. Что будете замовляти? Будьте добры, для начала стакан воды. Спасибо. И пепельницу. Ты же не палич. Может быть, я буду не одна. Так, чтобы такого заказать, посмотрим. А что вы мне посоветуете? Я вам посоветую идти до дома и не бесите меня, ясно? Слушайте, молодой человек, а как вы вообще со мной разговариваете? Что это за тон? Позовите немедленно менеджера. А якщо не покличете, то шо тут? А-а-а, налякало. Юрий Николаевич, тут у вас клиент клыче. Да-да-да. Что? Что изволите? Меня не устраивает ваш официант, господин менеджер. Он хамло, и вместо мозгов у него... Во, пюре! Извините, а сейчас всё исправим. Сейчас разберёмся, да. Одну секундочку. Евгений, это совершенно недопустимо. Я вынужден вас уволить. Шо? Я менеджер этого заведения, и это моё решение. Вы уволены. Ах, так? Так. Это не знаете шо? Шо? Зачекайте. Извините. Это ужасно. Извините. Я какой-то терпитель. Алло? Обратите, меню. Так, это ресторан Жую. Так, вы открыли, но вы знаете, годуют в нас не очень. Ага. И атмосфера, знаете, такая себе что-то. Ага. Вы всё равно прийдёте. А кто вы? Податкова. Ой, слушайте, тут менеджер подошёл. Сейчас я ему трубочку передам. Ага. Ага. Всё. Лена, валим. Валим? Купим. А, Юзик. Да? А, да. Теперь ты менеджер этого ресторана. На парфесте с клиентами. Ага. Да, давай. Алло? Так, это менеджер. Ага. Ну, звісно, приходьте. Ага. Да, да, мадам, проходите. Здравствуйте. Проходите. А, да. Да. Блин. Позвольте, я вас проведу. Продолжение следует... Спасибо.